Маленький комментарий. Аудитория у нас смешанная. Вот такая естественно научная и гуманитарная. Иногда возникают такие психологические ловушки типа простая модель, все позволяет посчитать, прогнозируется, впадает. Но вот дискуссия в таких подходах, Владислав Вячеславович, она не закончена относительно самих подходов. Мы тоже считаем некоторые такие свертки, мультипликативные или аддитивные, не только мы. Вот позавчера мы дискутировали с коллегами из Мексики, которые тоже вычисляют показатели для компаративистики стран мира. Вот только два момента. Функция суверенности, где есть территория. Но ведь очевидно, что территория, покрытая льдами, которая непроизводительна и непродуктивна, она должна учитываться в виде эффективной территории, а не просто географической территории. Второй момент. Советский Союз в 85-м году, даже можно сказать в 89-м году, обладал максимальной геополитической мощью вот по такого рода расчетам. А через год развалился. Ровно так же вот по вашей расчеты, по функции безопасности для Российской империи 2014 года, наивысший показатель, а в 2017 году империя уже развалилась. К чему веду? Потому что там должен быть еще один мультипликативный показатель, это качество государственного управления. Если это качество стремляется к нулю, мы его начинаем так обозначать как диверсионное управление, или гуманитарий называют национальным предательством, то никакой мощи государства не будет достаточно, чтобы ему оказаться успешным. Поэтому вот эти подходы, они, конечно, невероятно важны, потому что они позволяют понять значимость отдельных факторов, их вклад в итоговые показатели успешности России. И мой призыв, ну как человеку ущемленного физикой и математикой, с одной стороны, и там вот гуманитарными делами, с другой стороны, сочетать эти подходы и аппаратные, инструментальные, и экспертные, даже интуитивные часто, чем сильны гуманитарии, тогда продукт междисциплинарный действительно становится синергетическим. Поэтому очень приветствую вашу школу и направление, и мне кажется, это очень важно.